Из каких именно их за КТ? И смотрим, что у нас творится. Фейсан на КТ... Ой, на Б-планете 1. Фейсан это у нас кто? Фейсан это у нас... Так, это не Гитрайт, не Форест, не Робан, не... Кто же это у нас? И даже не Форест. Видимо, это Фейс. А, ну да, это Фейс. Фейсан, да. Даже странно, что сразу я не догадался. Смотрим на Кишнет. Кишнет нас холодят. А под А посадочка в люльку и готовят атаку именно на А-плант. Будет, я думаю, пара флешек, куда-нибудь большие в пески. И выход крутого зигла с люльки. Но, видимо, нет, на ковры решил пойти он. Нет, снова решил пойти в люльку. И выход на двадцаточку. А может быть даже будет отход. Да, отход, оттяжка на Б-плант. Видимо, что Робан, Робан пришел с Б-планта на А. Бондика оставится на центре, будет отвлекать на себя внимание. Нужно ему немножко пошуметь. И врыв на Б-плант. Нужно сейчас Фейса, который по-любому... Ох, взрывает Фейс. Отлично, Фейс просто очень известен тем, что Б-плант он защищает очень и очень хорошо. Мог бы он здесь наделывать дел, но вот это его просто взрывает. В итоге заняли Б-плант у нас Киршнет, сделали два минуса уже и твоим контрам нужно забивать Б-плант. Они это, конечно же, постараются сделать. Двое по отростку, один через... Убивают, убивают как раз Фореста, который шел у нас через арку. И раунд у нас за Киршнет, 1-0. Что, конечно же, не может не радовать. Напоминаю вам, что если на этой карте победят у нас игроки Киршнет, то нас ждет следующая карта, то есть третья. И эта карта у нас будет Денюк. Денюк, именно так. Диглбая тоска. Весьма опасная вещь. Учитывая, что засада на Апланте четыре человека, двое на двадцати, двое на зелени и Фейсмаска всегда один на бедный Фейсм, один-одинешенька на Абланте. Ему там наверняка очень одиноко. Но, учитывая, что Киршнет собирается пойти на А, это правильная, правильная тактика. И сейчас он может террористам очень достаться. Инферно очень сильно лишают диглы. С ЗКТ могут вполне браться дигловые раунды. Мы это не раз видели от многих команд. Особенно, когда держатся вот именно с двух сторон. Люди выходят на центр и тут же все отдаются. Но Киршнет, в общем-то, сразу это поняли. Разгадали этот замысел. И перетяжка на Абланте, тут на спейс, его тут же снова износят. Первым выстрелом промахивается. А если первый выстрелом промахнулся, то тут, конечно, шансов уже маловато. Естественно, тебя снесут. Минус трейс и гитрайт Форест вдвоем против кучи, кучи террористов. Зиуан делает минус на центре и остался у нас один Форест, который уже сносит вторую голову в этом раунде. Забирает калаш и попытается его засейвить. Получится у него или нет? Давайте посмотрим. Патрик Линберг. Игрок команды SK Gaming. Да, судя по всему, у него будет успешный сейв своего калаша. Но, тем не менее, раунд переходит к Киршнетам. Нет! Успели его убить. На счет 2-0 все совершенно замечательно. Очередная отдача от SK и видим мы, что на этот раз они решили укрепить B-плант. Сделали засаду именно на B. Подсадились даже на карниз, судя по всему. Давайте посмотрим. Да, подсадочка на карниз одного из контров. Но, вряд ли это взимеет какой-то успех, потому что террористы очень сильно ушли под Аплант. И я думаю, вряд ли они будут делать перетяжку под B. гимн. Продолжение следует... 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 Кстати, совсем забыл я вам озвучить состав Кершнет Напомню вам, что там был первый раунд И не хотелось, конечно, ничего упускать Так что после этого раунда я вам обязательно озвучу состав украинской команды Для того, чтобы вы все его знали Закупку у Кершнет Видим мы, что снова МАС-А Все стандартно, все дефолтно И вот в предыдущем раунде у них уже не получилось Снова аркада от Гитрайта Зашел он под флешку, под свою же второй минус с Гитрайтом И Дивану нужно срочно выходить в ковры и делать минуса Хотя на Апланте тут довольно жестко все взято Есть и трезь в библиотеке с АВП, которая держит зелень Форест в упоре держит ковры И, конечно, террористам здесь будет очень и очень сложно Смотрим за Диваном, смотрим за Крутым Они вдвоем вырываются у нас с ковров Размена от Крутого Размена от Шары И давайте посмотрим за Трейсом Ох, отличный минус от Шары Шара славится своей Шарой, если можно так сказать Не зря у него такой никнейм И в итоге 2 в 2 ситуация Фейс и Робон против Шары и Крутого Шара на Апланте В не самой удобной позиции И Крутой у нас в больших песках Убивает Фейса Смотрим за Роботом Убивает он Крутого И один в один Один в один Шаре нужно делать минус Шаре нужно делать минус Иначе раунд будет провален Да, смог Смог украинский игрок сделать этот минус И в итоге Раунд за Керчнет Счет 6-1 И давайте, как все-таки, озвучим вам Быстрее к составу команды Кершны Итак, Андрей Городенский Он же Блейд Роман Полтавченко Он же Зиуан Владислав Нечепарчук Он же Бондик Руслан Колодинский Он же Крутой И Александр Гордеев Он же Шара Ну что же Видим мы, что У СК Несмотря на проектный раунд Все равно Закубочка А выпал у Трейса на Банане Фейс вместе с ним С Деглом То есть не все в порядке с деньгами Но вот решили сделать Такую рискованную закубочку Волевой полубай С не самым лучшим оружием Фамас Дигл Но вроде как здесь все хорошо Фейс в итоге остается один на Б планте С Деглом И Трейс перетягивается под А план Делает все совершенно правильно Учитывая, что Кершны снова готовы выйти на А Однако про Б плант они тоже не забывают Не забывают И в итоге Такая тактика у них все равно в уме держится И они, если что, готовы перетянуться под Б план Что, в общем-то, и у нас Походу и происходит Диван на коврах Снова в люльке К нему направляются Основные силы террористов И к нему уже идет Оттяжка Трейса Смотрим за Фейсом Убивают его И смотрим теперь за Трейсом Ой, промахивается Трейс Обидно, обидно Мог бы попадать совсем чуть-чуть Он промахнулся буквально пару сантиметров Свистнула пуля над ухом У одного из террористов И в итоге Четыре-четыре Ситуация Сейф Сейф от команды СК Гейминг Понимают они, что Сожноватым будет вытащить именно этот раунд Потому что контров Хоть и четыре Но хпшек маловато у Фореста Гитрайта А террористов целых четыре штуки И вряд ли они свои позиции отдадут просто так В итоге мы видим, что Киршны довольно неплохо играют Карту Д'Инферно Счет 7-1 И определенные шансы на Третью карту Они всегда есть В том числе и сейчас Робан Фейс на б-планте АВП у Трейса на центре Давайте посмотрим на минуточку за Трейсом Уходит он в библиотеку И Киршен готов у нас выйти на плант Снова под А Ну и как это получится у них на этот раз Я не знаю Возможно получится вполне неплохо Первый минус за Форестом Шар выходит с ковров Немножко Не заметил он Гитрайта Хотя вроде как я вот У меня слышал в Гитрайве Что находится на двадцатке Стреляется с кем-то И вполне мне кажется Что можно было выйти и убить его Жаль что это не получилось Минус от Блэйда Два в три ситуации Блэйд очень-очень коцанный Девять хп Судя по всему там был какой-то жесткий прострел Или что там было Не знаю шара по крайней мере Да вот Гитрайве пишут Это рандом шит какой-то Весьма вероятно что там было Что-то невероятное Давайте-ка Давайте-ка это запишем Вдруг там что-то было Действительно очень здоровское Надо было потом глянуть демку Вдруг там был какой-нибудь Интересный невероятный прострел Так что Думаю да Сейчас я это запишу Отвлекусь на секундочку Так что возвращаясь я в игру Видим мы Трейса Причем я видел что у него есть Найт-Вижн Судя по звуку Если конечно мне это не привиделось И в итоге Видим мы что СК-гейминг начали набрать очки Уже у них есть целых два раунда И мне кажется что сейчас они Начнут давить Начнут давить украинцев Потому что Ну было бы странно Если бы они это не начали делать Все-таки это СК И просто так Отдавать карты Они не собираются Да я думаю И все зрители Это прекрасно понимают И Как раз таки ждут Этого преломочного момента Когда СК заграет в полную силу Робан Делает минус С больших песков Блэйд врывается Дает инфу что есть Один из контров Около библиотеки Робан делает минус Блэйда в больших песках Ситуация 2 в 5 И это раунд за СК Гейминг За кубочку керчей Вижу я калашики Ну и Бонзик по коврам Зиуан вместе с ним Шарик Шарских Он же шара Под люлькой И крутой с Блэйдом На нуле У СК Фейс как обычно На Б планте Робан на ХЛП Трейс на коврах Гитрайт на А планте И Форс у нас На зелени Минусую Зиуан на коврах Трейс держал ковры СВП Не самая распространенная вещь Но как видим Свою пользу это принесло Крутой размен Робана на Б планте И сейчас Фейсу конечно Нужно было делать что-то Хорошее Делать размены Однако Вот он с этой Своей позицией не справился Хотя обычно Фейс очень хорошо Защищает Б плант Очень позиционно Хорошо играет Хорошо себя чувствует За пятым ящиком За тройным То есть По перемещениям То есть у него все хорошо Вот в этом В этой игре Почему-то он отдается Без разменов И это прямо Немножко Меня смущает Ну да ладно Трейс Форес Вдвоем Против четырех террористов Естественно не сейвит Отбивает оружие И восьмой раунд У нас Перейдет к украинцам Счет станет Трейс 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 Вдвоем Трейс Трейс Вдвоем Трейс Трейс Очередной дефолт от Киршнет УСК все тоже очень стандартно Фейс Роман Б как и обычным Трейс смотрел АВП Центр Пока он там никого не видел Он сместился Чуть дальше И теперь он смотрит вторую медлу Гитая там будет помогать Бондик взрывает кабры на чек Если кто-то в упоре В упоре никого нету И Смотрим за кем-нибудь Давайте за СК Потому что постоянно мы смотрим за Киршнетами За Кирчами И вот теперь можно вполне посмотреть за кем-нибудь Из тех кто Смотрит у нас ковры Или двадцатку Давайте посмотрим за Форстом Он у нас на первом месте А мы за ним почти не смотрим Стоит у нас прямо на планте Будет встречать Украинцев именно отсюда По идее его видели Дает он флеш Отличный минус от Патрика Линдберга И в итоге Шара 1 в 3 Шара 1 в 2 Я уже хотел бы Сказать что Может быть мы увидим Какой-то хайлайт Но нет Тут же Трейс Его успокоил С ВП И Четвертый раунд За СК Нам остается посмотреть Еще два раунда В первой половине Ну и дальше Все встанет на свои места Трейс Хорошо защищает Б-плант Почти хорошо Крутой его Убивает Сдегла Но это отдача Отдача у Керчей Счет станет 8-5 Вернее Нам осталось посмотреть Посмотреть три раунда Не давай Извиняюсь Математика В час ночи Ушла куда-то отдыхать 8-5 Вот теперь нам нужно Посмотреть именно два раунда И конечно Хочется чтобы Именно украинцы Взяли хотя бы Один из них В принципе Украинцы Неплохо себя показывают На этой карте И вполне могут Рассчитывать и на победу Третья карта у нас Денюк Как играть на ней Кершнет я не в курсе Если честно И В общем-то Это было бы Неплохо увидеть На трене Мы уже поняли Что Керчи Не ровен СК Счет 3-16 Об этом Наглядно Нам говорит Даже прямо Кричит Ну вот На Денферно Керчнет и справились Играют Весьма неплохо Показывают Уровень Скажем так По крайней мере Уровень борьбы с СК Жесткие флешки на ковры И в итоге Террористы слепые Не знаю Просто по самой Не балуй Не понимая Что происходит И если бы сейчас Кто-нибудь из контрров Ворвался бы Под эти флешки Я думаю Без проблем И положил бы Абсолютно всех В итоге Нашет перетяжка Под Б-план Там у нас Трейс Который будет встречать Трех Трех террористов Трейс давит флешку Трейс СВП В общем-то Не самое удобное оружие Для отбития Такой оравый террористов Но тут уже тиммейты пришли И конечно Тут все будет полегче Ставится бомба Крутой С диваном Очень поцаны И конечно Им с такими Лоу хпшками Будет очень сложно Минус диван Крутой прямо на планте 28 хп Минусуют и его И бондик за Ну без шанса Без борьбы Счет 8-6 СК гейминг Медленно Наверное Догоняют украинцев Медленно Кутер террористы Очередной дефолтный раунд от Киршнет Снова колд под Аплантем И Конечно, возможно, перетяжка под Б Но По крайней мере, по Бондюку, по Дивану Этого не скажешь Будет подсадочка в люльку Там у нас Трейс Давайте посмотрим за Трейсом Он у нас чекает люльку с АВП И промахивается, промахивается Трейс Дубль-2 Тоже промахивается И ход на более спокойную позицию Тут его простреливают, простреливают с люльки Трейс простреливают в ответ По-моему, не попал И Блэд крутой, быстрее претяжка под Б Как раз вот то, что нужно Более мобильная игра, более быстрые претяжки Они долгие-долгие холды И в итоге Все, так сказать, предпосылки для взятия раунда Они есть 4 в 3 большинство За украинцами Бомба поставлена, нужно просто взять грамотные позиции И Чтобы стрельба Ребят Не подвела Размены 3 в 2 ситуация Гитрайт и Форест Все еще в живых Минусует Фореста и Гитрайт 1 в 3 Давайте посмотрим за Кристофером Алисундом И его так же убивать 9-6 Очень, очень Бодренько Очень бодренько Выглядит Кершнет у нас Где же они были с такой игрой на трене? Вот что интересно Ставьте Смотрим на первый раунд Кершнет у нас довольно Интересно заняли Аплант В четвером, Зиуан один на Б-планте И тут контры довольно Свободно чувствуют себя на центре Кидает Хаешки Причем Робан очень куцанный Судя по всему, Хаешка угодила прямо в цель Да, Робан прямо под люлькой Однако Трейс распечатывает Просто Б-плант, убивает Зиуана Который был там один И в итоге кому-то из контров придется оттягивать Да, это Блэйд, минус на А Второй минус от Форреста Ну и тут уже Бондика сейчас просто забьют Да, естественно С двух сторон зажали Бондика, с люльки с центра И, похоже, первый раунд останется за шведами 7-9 Два плюс три играет Киршнет, нет засады, нету ничего, но есть аркада по коврам В связи с пами, без деглов Но, тем не менее, возможно, какой-то хороший выйдет Давайте посмотрим Бондик ушел Убили Шаром Шаре это не нравится, он пишет Азда То есть выражает свое прямо бурное негодование И в итоге счет станет после этого раунда уже 8-9 И преимущество украинцев уже, в общем-то, и не чувствуется совершенно Хахахахахаха Живущем Таррорист driver Отведем Рау Дальше Для Отв20 Просмот Отв19 Отв20 Очередная отдача от Киршнет Масс А Б-плант полностью отпущен И Вижу я, вижу я И флешка у Блэйда Блэйд будет давать ее С малых песков И диван крутой будет врываться у нас На центр Как только будет инфа, что Кто-то прошел по центру Дается флешка, два контра вырываются И два контра еще с двадцатки вырываются То есть сама по себе задумка очень хорошая, но Похоже, что это будет перетяжка на Б От СК, почуяли шведы Что на Апланте Пахнет чем-то жареным А вот на Б Апланте ничего не пахнет Там чисто, просторно И почему бы не пойти именно туда Да, в пятером В пятером тут СК на Б-плант Киршнет не угадали с направлением Своей засады И раунд должен, конечно же, оставаться По-любому за СК Таким образом сейчас сравняется Станет 9-9 Я думаю Сделать только во времени Секунд через десять Именно это и случится Да, не смешно Субтитры сделал Daryl 9-9, что сравнялся за кубочком От Кершнет, наконец-то И пора им, пора им Уже что-то показывать Есть ли АВП, сейчас посмотрим Нет, судя по всему, АВП нету Одни М-ки И Видел я первый рез по робанам Как он им распорядился, пока непонятно Нет, похоже, что никак он им не распорядился Просто занял ноль Как халдят А вот Кершнет поджимает у нас банан Плюс, возможно, поджим по центру Там, по крайней мере, аркада, небольшая аркада Возможно, крутой стоит В упоре, и если кто-то даст ему флешку То он сможет спокойно выйти Но, Куртому, похоже, самому удали флешку в лицо Он отошел на зелень, на более безопасное Для себя место И Зиуан, в общем-то, в жесткой аркаде на банане Можно сделать пару интересных минусов Давайте посмотрим за Зиуаном Сделал Зиуан один разменный минус Блейд ее подстраховала Ушел на Б И СК у нас собирается идти именно туда Видимо, что трейсбом будет по банану Два вместе с ним И Гитрайт будет отрезать с центра Контриджи будут у нас оттягиваться, судя по всему, через Катересп Если, конечно, решатся оттянуться Вот Куртой уже идет в подтяжку Смотрим за Блейдом Как он будет встречать Б-Плант Хотя бы один-два минуса Ему нужно сделать просто обязательно Если он с этим не справится, то Раунд будет, конечно, очень печальным Форест, трейс делают два минуса Б-Плант полностью провален И в итоге Бондик вместе с Шарой Будут пытаться Ну, не будут ничего пытаться Они сейвить свое оружие Винусуют Шару И теперь все мысли у Бондика не о том Как бы выиграть раунд А как бы сохранить свое оружие СК пока не отдали ни одного раунда За третью сторону Показывает себя, опять же Очень уверенно Пристреляли Бондиком В таком небольшом танце с юиспами СК врывается вперед Как бы это ни было прискорбно И смотрим за Кершнету Кершнет снова отдача У них денег маловато совсем Вижу я дигл у Шары Флэшу Блейда Но не более того В итоге Блейд снова готов давать флэшку На центр И Бондик с Шарой готовы врываться В аркаду Вместе с Крутым Мы это же видели Но видим мы Что СК очень жестко холдят Близко к опасным территориям Не подходит Вот сейчас только Робан идет первым у нас По центру Давайте посмотрим за Робаном Отлично Минус от Робана Просто великолепная реакция Минус 2 Многие тратятся по контролю 20 плюс Минус 3 Да отлично 11-9 6-0 Нет 5-0 5-0 Для СК во второй половине Пока Кершнет не смогли взять Ни одного раунда У них снова закупка И очередной шанс Для них Вот эту оплошность С Не взятия ни одного раунда Шанс исправить ее есть И пора Пора это делать Иначе СК уйдет в отрыв И Просто-напросто Выигрывают вторую карту И пройдут у нас Финал Где уже Уже есть Нави Ну а Керчи Если проиграют Эту игру То Слетится со Фнатик В матче За третье место Что тоже В общем-то неплохо Особенно Если они его выиграют Медленно играют Искам Пока мы не видели От них еще ни одного Быстрого захода Но мы видим Что их тактика Приносит плоды Как-никак Счет 5-0 И если их тактика работает То зачем ее менять Вполне логичный вопрос Маз по коврам Крутой СВП Шара у нас С плентом Ну а Иска у нас Все тормозят Тормозят и тормозят Играют очень-очень Слоу Гитрайт Рывается с коврова Делает минус Шара Уравнивает И готов убивать Двадцатку Нет, убивает Гитрайт Тут без шансов Просто без шансов Кристофер Алисон Стреляет в голову И теперь у нас 2-2 крутой СВП Зиуан с Эмкой Минус от Кристофера И 1-2 Зиуан В такой ситуации Конечно Вроде как Кремку сэйвить не хочется Можно потащить Но и шансов Если честно Маловато 12-9 6-0 Кетчнет Пока ничего Не могут противопоставить Вот этой Жесткой атаке Шведов Очередной Совершенно Дефолтный раунд Трое Под люлькой Двое На центре Туда же у нас Это посадочка И Бонтик у нас Будет встречать Людей из люльки Нацелен на него Прицел Именно прямо на выход И сейчас он Встретится с одним из терроров Вы прямо можете видеть его Дается флешка И толку от того Что Бонтик смотрел Люльку Никакого нету Пришлось ему сменить позицию Дается флешки И Бонтик заходит в аркаду Минус от Фореста на центре И СК вполне могут оттянуться Да Видимо оттяжечку Фореста На банан Трое из туда же И Зивана вообще Нет Зивана похоже понял Что идут именно к нему И посмотрим за Этим украинским игроком Как он встретит Б-Плант Отличный минус Но его тут же Тут же просто сравнивают С землей Ситуация 3 в 3 Как известно Террористы в преимуществе Обычно находятся на Б-Планте Но тут врыв Отличный минус от Бонтика Рабан уравнивает И в итоге Пролагающее ХЛТВ Видим мы что раунд Остается за СК Гейминг 13-9 7-0 И во второй половине Игра у Киршнетт Не ладится совсем Берут Киршнетт Очень рискованную Закупочку Вижу я Масс Фомас 4 Фомас 1 М Вряд ли им это поможет Видим мы что они Совершенно не могут Остановить СК СК очень медленно Очень долго готовит атаку Потом выходит И Просто Весь дефенс Разваливается Разваливается весь дефенс У Киршнетт Ну а делать в общем то и нечего Если бы они отдавали этот раунд Счет бы стал 14-9 И потом В случае очередного проигрыша Это Было бы уже ГГ А так хотя бы Если принял шанс Что они возьмут эту отдачу Ну как Этот бай Такой волевой Но шансы эти конечно Очень малы Смотрим мы за Крутым Он у нас смотрит Зелень Атака направляется Через центр Через зелень Через двадцатку И в итоге Крутого Жене убивает Блэд Разменивает Крутого Ситуация два в три Отличный минус от Блэда Но его тут же разменивают Вот в чем В чем Хороший Сагейминг Очень хорошие размены Очень хорошая стрельба И Ситуация после размены Тоже Играется очень четко Счет 14-9 Давайте посмотрим На всякий случай На пинг Может дело в нем Нет Видимо пинг Совершенно одинаковый Пинг 30-40 У обеих команд Ну разве что у Зивана Вот пинг 50 Чуть-чуть побольше Чем у всех Остальных Она не думает Что это является Прямо Объективной причиной Этот прогрош Видим мы что Кешнет и правда Ничего не могут сделать С СК гейминг В каких-то моментах СК гейминг просто Перестреливает В каких-то моментах Кешнет просто Не получается Их задумки И в итоге Фактически Ласт раунд Видимо Снова по массе То есть Последняя закупка На последние деньги Без диффузов Без всего Если этот раунд Проигрывается То это уже все На последнюю закупку Нигде них не будет Будут дивы Без фамасы И вот Открывающий минус За Зиваном 4 в 4 ситуация Зиван нас там двигает В аркаде Блейд Минус фамаса Ну-ка Это может быть Хорошим началом Робан делает Минус 2 2 в 3 ситуация Террористы в большинстве Уже ничего не остается Контрам Просто пойти в аркаду И 2 в 2 Трейс и Робан Очень косны По 15 хп У них по 20 Не больше А вот Бондик У нас 1 Со 100 хп Смотрим за Бондиком Нужно бы хотя бы попасть Хотя бы один патрон В ногу Убивает он Робана И 1 в 1 Трейс против Бондика Ставится бомба На Б планте Бондик Решающий раунд Момент истины Очень многое Очень многое Зависит именно От Бондика И ни от кого больше Уж в этой ситуации Это точно Трейс Прямо за плантом За пятеркой Будет прятаться От Бондика И в итоге раунд К сожалению За СК 15-9 И давайте посмотрим На закупку Да Снова фамасы Снова фамасы 15-9 СК гейминг Близки к победе И похоже Что это последний раунд В этой игре Потому что Кершнет Проигрывает 9-0 0-9 вернее И ничего Сделать с этим Не могут Зиван занимает Гитрайта на банане Блейд Ему там помогает Крутой у нас На центре Бондик на двадцатке И Шара на Малых песках А СК Методично Очень медленно Делают холд В общем-то Не изменяется В усилии игры И Ничего для них Не поменялось До того Что это 15-й раунд Ну то есть Не 15-й раунд А то что у них Есть уже 15-й раунд В кармане Могли бы они Повести себя Не амманерно Как-нибудь Взять там Папаганок Что мы уже От них видели Либо там Кого-то зарезать Но нет Видим мы что Играет они спокойно Хладнокровно И Естественно В полуфинале Гораздо лучше Спокойно Довести игру до конца Без всяких Так сказать Выкрутасов Да это флеш под Б Но под этот флеш Никто не забегает К сожалению Вот диван забежал Зажим от Блэйда И Б план К сожалению Полностью распечатан Три в пять Два в пять Да Игра подходит к концу К сожалению Один в пять И это ГГ Это ГГ для Команды Киршнет Ребята Конечно Замечательно Сыграли в группе Обыграли М5 Обыграли ЕСЦ В четверть финале Обыграли ЕСахару И Анексис Но Вот Против СК К сожалению Ребята Пока слабоваты Шара Делают минуса Но Мы все прекрасно понимаем Что без дивузов Вот режут Режут шару И СК Гейминг Побеждает в этой игре Со счетом 16.9 На этом все ГГ ББ дно Пишет шара Видимо обидно ему Из-за проигрыша И на этом все В итоге В финале у нас встретятся Нави И СК Финал проедет 18 марта В торговом Центре Мега В Москве В Химках И я вас всех призываю Пойти Пойти посмотреть на Финал Нави СК То есть это очень Интересно К счастью мы не увидим Шведского финала И наверное даже к счастью Мы не увидим Украинского финала Мне кажется что финал Нави СК Это максимально Зрелищно И максимально Справедливо Скажем так То есть Действительно две Самые сильные команды Которые смогли Пробиться в финал Так что Приходите Смотрите Я думаю будет здорово Также В ближайшие дни Я думаю завтра Но я не уверен В общем Сидите за анонсами И за расписанием Будет матч за третье место Будут там играть У нас Киршнет И Фнатик Я думаю тоже будет интересно Поболеть обязательно стоит На этом На сегодня все С вами был Георгий Глау Он же не Медис Вы смотрели стрим На портале Витовспорт.орг Надеюсь что вам понравилось И что вы придете еще Вот Всем спасибо Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok